Вопрос 108. Может ли человек с физическими недостатками стать священником? Какие здесь существуют ограничения? Отвечает Игнатий Тихонович Халапкин. В Ветхом Завете ограничения были очень жесткие. Книга Левит, 21 глава, 16 по 24 стихи. Не должен приступать ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога, или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертву Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу Своему. Хлеб Бога Своего из великих святынь, и из святынь он может есть. Но к завесе не должен он приходить, и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. В Новом Завете относительно внешних недостатков главным считается слепота, чтобы не уронил чашу с дарами. Все вышеперечисленное уже не берется в необходимые условия, чтобы стать священником. Но обязательно он должен быть не менее как тридцатилетний по возрасту, не соблудивший после крещения, и в жену взявший девушку и не артистку позоричную. Позоричную.